Всем привет, ребят! С вами Лего. Немного с опозданием вышла эта игрушка Titanfall 2. В первую часть мы играли, играли в основном в сетевой режим на канале и, в общем-то, заметно так неплохо тащили. В Titanfall 2 мы сейчас пройдем кампанию, наверное. Если вам понравится, то не забывайте ставить большие пальцы вверх и подписываться на канал, а также звать друзей на мой игровой канал. Ну что, давайте посмотрим кампанию, посмотрим, что здесь сделали интересного и нового. Из всего, что я видел в битвах Фронтира, пилот — это высший хищник. Быстрый и ловкий, полный грации и разрушающей силы, проницательный, находчивый и неумолимый. Пилот видит мир иначе. Отвесные стены становятся доступными путями. Пилот сражается иначе. Владея обманными маневрами, он способен переломить ход даже с самой неравной битвы. Нормально. Но что действительно отличает пилота от пехоты и техники на поле боя, это связь между ним и Титаном. В связке с Титаном его могут остановить только превосходящие силы, либо равные ему. Теперь появились. Фронтир — это мой дом, единственный, который я знаю. Годами АМС разоряла и опустошала наши земли, загрязняла и уничтожала наши планеты, убивая нас за попытки сопротивления. Несмотря на недавние победы на Деметрии и за ее пределами, до победы над АМС нам еще далеко. Я, стрелок ополчения, сражаюсь за свободу фронтира. Впереди долгий путь, прежде чем я стану пилотом. Но когда этот день настанет, я надеюсь быть достойным. Там что, оружие ближнего боя добавили, что ли? Видели меч у второго робота? Вот это было прикольно на самом деле. Стоит заценить. Журнал Купера. Девятый флот ополчения летит на штурм планеты. Это Тиффан, контролируемый силами АМС. На ней нет мирного населения. Мне известно только, что там находится военный исследовательский центр АМС. Я на борту корабля Джеймс Мак Аллана. Пока есть время, учусь пилотировать Титана. Под руководством капитана Остемоза, который знает толк в этом деле. Не знаю, с чего это он решил взять меня под крыло. Но грех упускать такую возможность. Поехали. Полоса препятствий для пилота. На борту МЦС Джеймс Мак Аллан. Давай, Купер, начнем. Отчет. Похоже, установки сброшены. Придется калибровать заново. 41-й стрелок батальона ополчения. Посмотрите на огни. Раз. И два. По-моему, зверски здорово. Так. Вам удобно смотреть вверх-вниз при помощи мыши? Да. Оставить обзор как есть. Конечно. Мы готовы. Посмотрим, что ты запомнил с прошлого раза. Установка геронной связи. Инвертировать мышь мне не надо. Похоже. Чтобы выучиться новому, нужен особый настрой. Ого. Намного лучше. Твое обучение не входит в число моих задач. Но я вижу в тебе задатки. И потом, у нас война. Когда тут учиться-то? Вот так. Прыжок и готово. Активируй прыжковый модуль. Прыжковые модули работают по принципу ослабленной устойчивости. Когда прыжковый модуль адаптируется к твоим движениям, ты к нему привыкаешь как к родному. Смотрите, какой графоний, да, завезли в Titanfall 2. Фонтан какой-то. У него льется вода. А что вот поверху, вот это вверх идет, я вот этого не понимаю. Испарения, что ли, какие-то? Или наоборот, как-то все. Вода, которая поднимается вверх. Смотрите. Обалдеть. Как это так сделали. Кстати, игрушка полностью на максималках. Так что, я думаю, можете запастись каким-нибудь чайком и не париться. По видео здесь очень высоко, безумно даже качество текстур, безумно. И я поставил 144 фпс. Ну, это у меня только покажется. У вас не больше 60. Мне очень светло. Какой нафиг гармонии? Ты себе не представляешь, насколько, я бы сказал, ярко, что ли? Давай хотя бы вот так. Невозможно же смотреть. Вот за что мы сражаемся, Купер. За природу. Замернули что-то, кроме металла и дыма. Вот это мне всегда нравилось в Тайтанфоле. Прыжки, вот эти движения, очень качественно на самом деле выглядят. Я бы сказал, очень качественно выглядят. Да, осторожно. Так. Левый контрол. Ну, это мы тоже знаем. Повторяй за голограммой. Давай. Это тоже изи. Я хочу пострелять. Надо немножко сделать еще поменьше чувствительность мыши. На днерочку, думаю. В этой игре, что самое обидное, нужно, знаете, здесь не решает чувствительность маленькая. Здесь нужно прыгать в разные стороны, бегать. Потому что если в сетевую игру играть, тут постоянно в разные стороны, с разной стороны все будут нападать. Следуем. А что, с кем бежим? В бою все идет не так, как ожидается. Вот и это. Вот про что я говорил. Ближнее оружие. Ближнее оружие, что найдешь на поле боя. Хорошо. Это только некоторые из моих здешних находок оружия. Нормальные у тебя находки оружия. Пора на стрельбище. Подожди, а я бы что-нибудь хотел бы взять. Ну ладно, вот это мне пойдет. Заряжай. Так, чтобы перезарядить оружие. И поехали. Точнее, используй прицел. Ну, изи. Хорошо, потренируйся еще, если хочешь. Иди на полосу препятствий. Я, наверное, сразу пойду на полосу препятствий. Мы, потому что еще вдоволь успеем настреляться и в сетевом режиме, и в обычном. Так, что у нас здесь? Ладно, у меня для тебя новое испытание. Давай. Норматив две минуты. Так. Чтобы продолжить, старайся лучше. Следуй за голограммой или найди свой путь. Ага. Следуй, говорит, за голограммой. Я, пожалуй, найду свой путь. Здорово. Свою пилоту нужна гармония между скоростью и меткостью. И то, и другое одинаково важно. Понял, не дурак. Полосу препятствий помогает нам до автоматизма отточить наши навыки. Хорошо. На изичах. Изичи. 10 километров. А-а-а. Я должен очень быстро бежать. 16 километров. Я понял. По стене ты бежишь быстрее, чем по земле. Попробуй. Понял. Понял. Вот это жесть. Ясно. Бежим. Ну а что, я, по-моему, изи вообще за 50 секунд замутил. Разве нет? Хороший забег. Видишь таблицу результатов? Поздравляю с новым рекордом. У всех есть сильные и слабые стороны. Так что пройди это испытание несколько раз с разным оружием. Посмотри на таблицу результатов, чтобы узнать, как улучшить свой. Что ж, раз уж ты разогрелся, не хочешь попробовать себя в гонке против голограмм других пилотов? Сразу подождаю. Давай. Эти голограммы записаны лучшими пилотами РСП. Победи их, и ты на полпути к тому, чтобы стать настоящим пилотом. Ни фига себе. Как закончишь, подойди, покажу тебе кое-что особенное. Ну давай один раз проверим. Попробуем. Таб, чё, побежали? А чё, он не бежит? Эй, он не бежит. Он не бежит. А как я тогда смогу понять и победить его? Да. Я думаю, всё. Посмотрим, что там ещё. Хорошо, тебе это понравится. Тебе пора познакомиться с лучшей половиной любого пилота. Титаном. По графу они, конечно, здесь классно всё завезли. Просто улучшили текстурки, улучшили вроде модельки оружий. Всё на оружии видно, всё качественно, в стиле вот робототехники такой. Ты посмотрите, как у него светится лицо. Шлем вообще классный, слышишь, мужик? Тебя как зовут-то? Зачем ты меня опять куда-то телепортнул? Это мой напарник Би-Ти. Он титан класса Авангард. Напарник? Собственная технология ополчения. Наш первый собственный корпус титана. На этот раз нам не пришлось красть у АМС. Как же он реалистично двигается, а? А как его вызывать? Ага, понял. Посмотри в небо. Вон он. А, это как в сетевой, да. Если убиваешь много людей, вызываешь титана, садишься на него и погнали. Ладно, стрелок. Тут скоро будет очень жарко. Вытаскиваю тебя. Отключаю все дополнительные системы. Купер, приготовиться. Полегче кол. Он только из виртуалки. Дай ему прийти в себя. Он только из виртуалки. Да, сэр. Из шлема виртуальной реальности только что пришел. Внимание. Они нас убивают. Но пытаются. Ты хорошо справился. Постепенно набьешь руку. Мы еще сделаем из тебя пилота, стрелок. Но не сегодня. Нет времени. Что он за батарейку взял? Андерсон. Скин сын. Увидимся. Сегодня мы увидим новую планету. Может, даже погибнем на ней. Прикольно, что они запрограммировали роботов, что как и у них есть интеллектуальный, да, какой-то интеллект. Система АИ получается. Так и можно ими еще и управлять. Вот это классно развили. Я, оказывается, в капсуле симулятора сидел, что ли. Я думал, я тоже сидел в каком-то роботе. Ага, конечно. Так. Выберите предпочитаемый уровень сложности компании. Только для мастеров Titanfall. Прощения, ошибка не будет. Вы не впервые играете в шутеры. Ну, давай вот попробуем на сложно. На сложной сложности. Сло-жно. Battlefield мы, кстати, прошли на самой сложной сложности. Здесь появилась четвертая сложность. Сложность Titanfall, что ли, называется. Пункт назначения планеты Тифон. Пехотная поддержка РЦП во время выполнения секретного задания. Поехали. Вот сейчас вольнем так войнем. Респаун Entertainment Presents. Респаун? А разве Titanfall первые делали респауны? По-моему, нет. Titanfall 2. Посмотрим на кампанию. Интересно посмотреть на прохождение. Ох, сейчас начнется замес. Мы падаем. Повторяю. Мы падаем. Нас знают, как мы швейдов не проявляться. Шлюпка 8 серии. Включен медблок. Пассажир, стрелок, ополчение... Сетевую тоже надо поиграть будет Titanfall. А как вы думаете, ребят? Стабилизация состояния. Введены 250 миллиграммов самсотентанила. Call of Duty бы еще новый где-то намутить. Головокружение. Нарушение двигательной координации. Стоит тебя! Стоит твои побежды! Опа, она понеслась. Сейчас будет Валилова. Сейчас мы будем просто сходить с ума. Я так понял, что, по-моему, в аудио слишком громко. Вам не кажется? Или мне кажется? Чуть-чуть убавил, но не думаю, что этого хватит. Ну что, где вы, борщи? Оп, оп. Двойного прыжка-то нету. Что это было? Вол, такое ощущение, что здесь как-то стоит самонаведение, но этого быть не может. Просто оружие стреляет без отдачи вообще. Но, понятное дело, я не знаю, в каком это году, уже давным-давно пора убирать оружие. А что пока так легко, я ничего не понимаю? Я вроде играю на тяжелые сложности. Мы каких-то киборгов наваливаем, да? Но красиво, красиво. С этим не поспоришь. Чтобы метнуть нашу гранату, нажмите Q. Вот вам. Как она бомбанет. Ну так, как и в обычных играх. Ух ты! Если по мне один раз попадают, то я начинаю отлетать. Вот это я понял. А если мы вот так прорываться будем, тогда что? Потому что, знаете, в Titanfall такая штука есть, что пока ты будешь стоять на месте, враги тоже будут бесконечно приходить. Поэтому надо пробиваться тупо, как и на что есть силы. И все будет хорошо. И ставить хэдшотики, ребят, это самое главное. Хэдшотики. Ё-моё. Ты кто? Пришел робот? А нам дадут какого-нибудь? Ох, нормально. Спасли, поход, дело. Он бы меня раздавил бы сейчас. И была бы хана полная. Тебе здорово досталось, Купер. Держись. А, вот он на защите стоит. Власти Моза на подходе вражеские титаны. Высшие хищники. А что, меня сейчас телепортнёт тупо? Купер не высовываться. Иди, пойдём. Иди, пойдём. Ох, жесть. Просто жесть. Нифига, он один. А, ну всё, хана. Я уж удивился, думал, чё, они в трёху смогут против одного робота? Не смогут. О, они его убивают, да? А вот и главный герой, да, вражеский? Классно. Очень прикольно выглядит. Выглядит на Far Cry Primal. Помните, я проходил 2К разрешение на канале? Очень сильно похож. Он у него ухо опять забрал. Что же они, блин, любители отрывать уши? У нас 18 часов. Пока ковчег не будет запечатан и готов к доставке. Шевелитесь. Надо было ему какой-нибудь старый, этот, револьвер золотой. Какой-то сумасшедший издевается над тропаками, блин. Что? Тут появились ещё необитаемые формы какие-то? Охренеть. Это даже не динозавры, это какие-то твари. Отцепи мою ногу. Они ещё и ругаются. Чья это будет пища? Слышите? Ой-ёй-ёй. И трупак поплыл по воде. Это жестоко, конечно. Здорово, братиш. БТ-72-74. БТ-72-74. Ты живой, нет? А, подожди. Там нету никого. Ё-моё, вот это оружие. Как я сам, наверное. А нет, он живой. Походу. Ой, я его ударил. Прорисовка персонажей, кстати, могла быть и получше. Ого. Чё, я буду на роботе ходить сейчас? Чё такое? Плачевно и страшно, я бы сказал. Журнал обновлён. Нифига, он его ещё и похоронил камушками. Ну, прям сюжет ещё в Titanfall с роботами. Сейчас ещё одевать шлемак и погнали. А чё, чё, чё такое? Найден новый пользователь. Ну, понятное дело, это я. Купер. Чё насчёт робота? Стрелок третьего класса. Группа крови 2+. Инициализация боевых систем пилота. У меня есть личная маскировка. Нажимать на центральную кнопку и маскируешься. У меня есть оружие, у меня есть гранаты. Пистолет. И автомат. И титан класса авангард. Так, титан класса авангард. Простите за кашель. Как у вас сесть-то? Источник энергии. Обновляется доступный маршрут. Недостаточной энергии. Раздобудьте заряженную батарею Титана. 48 метров. 48 метров. Нифига себе. Я надеюсь, они не умеют прыгать. Как-то топорно они прыгают. А есть ещё игра такая сетевая, где ты один монстром играешь, и против тебя 4 человека. Похожая, да, карта на неё? Как она называется? Тоже подзабыл. Игрули подзабыл. А это чё за жесть? Ого, это дрободаж. Ну, пойдём на дрободаж. Мало энергии. Мало энергии. Ну, погнали, возьмём тебе энергию. Сейчас. Что это за хрень? Я так понимаю, это свой роботех. Где тут энергия? Сейчас мы как навернём с этого, как его? С дробаша. Дробаш какой-то космический. Ничего не скажешь. Опа-на, 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 опа-на. Прям. Ё-моё. Это было жестоко, конечно. Я думал, я сейчас всё крандец мне. А мне можно было, кстати, уйти как-нибудь. Двойной прыжок отключён. Это не есть хорошо. Не есть хорошо. Двойного прыжка нету, но ничего страшного. Мы и так выберемся отсюда. Побежали, перепрыгнули и пошли дальше. Идёт калибровка для нового пилота. Всё, погнали. Дождь, это же эвакуационная капсула, да? Из которой все спокойно катапультируются. Ого. Везут какой-то грузил. Ё-моё. Чё такое? Ладно, наше дело идти за батареей. У нас нету двойного прыжка, надо это запомнить. Фу. Идёт калибровка для нового пилота. Состояние прыжкового модуля. Ну включите мне, блин, какая калибровка. Не даёт, гад. То есть у нас есть только одно действие прыжка. Давай, чё там? Базарят, там базарят. На МС они работают. Как так-то? Вроде всё нормально было. Но лоханулся. Без двойного прыжка тяжеловато, забывая, что его нету. Приходится всё ровно делать. Вот так вот, хоп. Всё ровно вот так вот, хоп. А нет, от стены-то он отпрыгнул сейчас. Двойной прыжок включён, наконец-то! А затем, говорит, снова зажмите Ф. Нормально, да? Всё, понеслась жара. Минус-бошки пошли. Да ладно, чуваки, я же тихо. Я же тихо. Пацаны! Давай потише. Пацаны, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отсидеться надо. Отсидеться, слишком сильно не понтить. Ого! Вот это было сейчас обидно. Куда вы стреляете без головы, я не понимаю. На тес ноги лошара. Эй, баськи! Прекращайте, пожалуйста, вот это всё, вот ваше непонятное. Стреляют они по мне. Не-не-не-не-не-не-не, ребят, мы так не договаривались. Да? Где он приближается? Ты видишь его? Пилот пропал? А мне кажется, он... А мне кажется, он прям здесь, в центре у вас. Нет разве? Подмога? Какая такая подмога? Подожди, там не робот какой-нибудь? Надеюсь, что нет. Можно было и на самую сложную, наверное, ставить. А чё вот это за говно? Я так понимаю, этот луч меня с первого раза унесёт, да? Мы правильно идём в сторону? Да, мы идём в правильную сторону. Вот это чё такое? О, так бы и сказали, что есть и такие оружия. Я только за. Пацаны, вы чего? Какой враг? Ага. Только не прыгай, пожалуйста. Во. 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 А вот это плохо. Да, давай я. Ха-ха. Прыгает она на меня. Квакушечка такая, прыгает. Не, ребят, вы... Ого. А чё там? Понеслась-то какая-то. А вот это плохо. Вот это очень плохо. Дожди, а как... Знаете, а как мне туда проходить-то? Так, они их сейчас будут жрать пока. А я, пожалуй, пойду. Это мехи, блин. Мехи, по которым нужно стрелять в голову, насколько я понял. Неплохо. Просто неплохо. Ладно. Механетических мы пацанов наубивали. Ещё твари всякие. Чё, надо на самый верх? За батареей. Обращаюсь к ополченцам. Напоминаю, вы находитесь на планете Тифон. И чё? Планета находится под контролем АЭС. Но вне наших объектов... Чё ты стреляешь-то по мне? Ой! Ой! Так, нам на самый верх, как я понимаю, да? И я так понимаю, всё падает. Давай проверим вот это оружие. А, это старое доброе оружие. Куда дальше-то? Идём пока, куда хватает сил. Не, ну подожди. Ну не вниз же, не вниз. А как туда попасть? Я чё-то не понимаю, как туда попасть. Он туда не попадает. Здесь багов-то всяко нету в Тайтан-Фолле-то. На Тифоне. Тифоне-Сифоне. А вот, можно вот отсюда, да? Да, отлично. Левый контрол, проходим. Нам надо, главное, взять батарею. Всё, я ухожу отсюда. Чё такое? О! Батарейка. Причём не маленькая. Зелёного цвета почему-то. Значит, это залежи, да, для робота? Ну и всё, я сваливаю к своему меху. А вам желаю удачки здесь оставаться на этом корабле. Покатились. Погрязюли. Немножко занесло. Подожди, батарея. Ой! Опять эти твари приходят. А мы пойдём по обратному пути, надеюсь, или по... Вы кто? Только не говорите, что вы... Фух. Не запалил лошара. Допрыгнул? Надеюсь, допрыгнул. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ага, это сейчас ты так говоришь. Подожди, тогда они тебе пуху в башке приставят. Тихо, 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 тихо. Пацаны. У генерала Барбару крутые. А-а-а! Е-е-е! Пошли отсюда, а. От моего робота. Ничего не сы, немало энергии. Нормально тут всё по энергии. Вот тебе вторая батарея, и погнали. За работу. Мой тайт-инфоу. Вот и всё. Зрительная система работает. Настраиваю фокусировку. Пилот, всё нормально. Вроде да. Ты назвал меня пилотом? Да. Покойный капитан Ластимоза назначил вас временным пилотом. Поздравляю вас с повышением. Можете называть меня Битти. Битти. Понятно. Мои системы перезапускаются, но третья батарея ускорит этот процесс. Я останусь здесь. Хорошо, Битти. А. Я тебя понял. Ты не сможешь пойти. Пока не буду передвигаться, постараюсь помогать вам советами через шлемофон. Шлемофон. Ты бы ещё сказал гей-фон, чувак. Шлемофон. Раздобудьте дополнительную батарею Титана для Битти. Хорошо, Битти. Приятно с тобой познакомиться. А мы пойдём дальше, Битти. Где же мы здесь будем проходить? Где-то здесь мы сейчас... Ого. И что-то мне показываешь, как будто я не понял, что нужно нажать прыжок и прыжок. Ты это, Лебу, не учи. А, не волнуйся, Битти. Понятно, но всё равно рекомендую уходить. Отряда утильщиков АМС на подходе. А как туда попасть, Битти? Я иду, иду. Пилот, будьте осторожны. Слушай, чувак, я просто не понимаю, как туда допрыгнуть. Конечно, понимаю, что нужно бежать. Фу. Получилось. За что-то зацепился там. Отлично. Двойные прыжки — это сила. Отлично. Ох ты же-е-е-е-есть. Чё я творю-то? Здорово! Ох ты же-е-есть. Вы видели, насколько это было красиво? Как я пролетел. Посканирование перезапущено. Из-за обновления 9-го флота ополчения мы приземлились вдали от пункта назначения. Мы находимся на вражеской территории. Будьте осторожны. Здесь нельзя долго оставаться. Блин, Битти, я понял. Думаешь, мы выживем, Битти? Мы выживем, Битти. Выбор у нас небогатый. Импровизировать и приспосабливаться или погибнуть. Окей, спасибо, Битти. Но ты ничего нового не сказал. Я всегда приспосабливаюсь в этой жизни. Мы знаем, что где-то остались уцелевшие ополченцы. Мы вас найдем и выловим одного за другим. Советую выйти из-за того, пока не поздно. У нас повсюду... Что за винтовка? А, ну это такая же, да? Нам придется убить вас. Ой, ладно, а... Что базаришь-то? Да не-не-не-не-не-не, я не пилот. Ох ты ж, началось. А я не хотел, чтобы это началось. Какая-то штука интересная. Подожди, а он что, не будет умирать? Пилот, в вашем костюме есть функция аварийной маскировки. Она пригодится вам в опасных ситуациях. Я понимаю, а ты можешь мне объяснить, что это за оружие такое и чем оно стреляет? Я немного не понимаю. Я реально не понимаю, чем оно стреляет. Ну, какими-то дикими штуками. Ладно, пойдем дальше. Я бы не сказал, что оно прям мощное. Но, по-моему, голову разрывает. Она долго летит, вот в чем вся проблема. Но если долетает, как я понял, становится очень больно. Ох, разносит-то, а. Ладно, я поднимусь здесь. Что-нибудь здесь есть поинтереснее? Подожди, а вот это что? Давай посмотрим, что это. Бити, ты знаешь, что это за оружие? Ясно. Я тебя понял. Немного круто будет для них такого оружия. Вот, а вот это вот пойдет. Где ты там летаешь? Хватит тут жужжать. Звенит, жужжит. Хватит управлять этой штукой. Нифига себе. Ого-го. А как она меня заколбасила? Как-то слишком жестко. Здорово. Ладно, я сюда пойду. Пока на время. Я понял. Берешь вот эту штуку. Берешь вот эту штуку. Вот так делаешь. Берешь вот эту. Я так понимаю. Я так понимаю. Я так понимаю, им настрать, да? Ну да, конечно. Да здравствует пацан. Классно, да? Ладно, будем проходить так, как мы умеем. Ракета такой понос. Просто понос. Его просто разнесло. Куда-то там просто разнесло. Где эта штука? О! Да иди отсюда-го. Дожди, а тебя можно сломать? Все, наконец-таки. Отвалилась хрень. Хватит мне тут кидать. Всякую шляпу. Ой-ой-ой-ой. Разошлись-то, разошлись. Смотри, что делают. Разошлись, ребята. Хоп. Какая граната. Перестань уже со своими гранатами. Мне бы подобрать какое-нибудь оружие. Вместо вот этого фига... Вместо этой фигомантии. Так, куда мы бежим? Мы сейчас наверх поднимаемся. Давай-давай-давай, атакуйте нас. Я в вас верю. Как говорится. Только мне нужно взять что-нибудь по оружию. Потому что у меня во втором слоте гранатомет. А он мне нафиг не нужен. Он, ну, очень кривой. Так, подожди. А куда я пошел-то? Здесь никак. Может быть, сюда? Просто поднимаемся, да? Отлично. Потом вот сюда, да? О! Я же знаю толк в канализациях. Давай. Как говорится, я пилот, да? А пилоты, они управляют роботом. Спасают мир. Ну, в общем-то, вы поняли, да? Мы знаем, чем занимаются пилоты. Вот и еще одна батарея. По приколу. Батарею мы подобрали. Мужики сидят здесь, отдыхают. Так, я так понял, вот так вот тупо хоп-хоп. Спускаемся и поехали опять. А есть что-нибудь? Что это такое? Я что-то не понял. Давай посмотрим. Что это за шлем? Найден шлем пилета. Вы нашли... А вот это я зря, походу. Нет. Я так понял, так делать нельзя, ребят, никогда. А куда? Сканирование местности, контрольная точка. Водичку нельзя. Все, понял. Я думал, может, тихонечко спущусь и нормально будет. Зато можно вот сюда вот. Вот и бить. Это плохо. Эй! Ты серьезно? Вот так вот просто взято и раскрыто? Но... Меня вот просто так ведь не возьмешь. Эти троны разведчики АМС. На подходе подкрепления противника. Вот тебе третья батарея. Установить нейронную связь. Пожалуйста, установите последнюю батарею. Установил, установил, браток. Давай, покажи, на что ты способен. Полностью восполненную. О! БТ-прайм. Полностью зарядить БТ-прайм. Чтобы продолжить, нам надо установить нейронную связь. Прошу, садитесь в кабину. Спасибо. Это будет честь для меня. Сесть в кабину Битти. Битти, ты красавчик. Особенно внутри. Кожаный салон. Все как надо. Кнопки и пульты управления, которые я зажал двумя руками. Но ничего страшного. Для Битти это не страшно. Давай, Битти, покажи, на что ты способен. Кировная связь установлена. Стрелок Джек Коппер. Теперь вы временный пилот Титана БТ-727. А что временный-то? Не хочу быть временным. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Я засек приближающихся врагов. Директива номер три. Защищать пилота. Перезапускаю критический систем. Эй, а что так плохо видно? Защита пилота. Включен. Викривающий ловит вражеские пули и ракеты. Чтобы выпустить захваченное объекты обратного врага, отпустите кнопку. Охренеть. Ты серьезно? Вот так вот я беру и обратно выталкиваю. Ну что, ребят, с вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал. В следующей части мы продолжим играть за Битти. Я думаю, вам понравилось прохождение на моем канале. Ставьте лайки. И всем пока-пока.